Что мешает? Мешает отсутствие знания. Первое, запомните, человек никогда не может быть сильным, если у него нет друзей, которые идут в этом же направлении. Вот, допустим, если у вас нет сил что-то делать, это значит, что судьба на вас навалилась, не даёт вам побеждать себя. Как быстро справиться с ней? Что делать надо? Свечку ставить в храм? Нет. Чтобы с ней справиться, для этого нужно иметь друга, который тебе скажет, пойдём бегать. Ну, скажет, что это надо, пойдём, пойдём, пойдём. И потом дальше потихоньку, потихоньку, и вы разбежались. Вот, допустим, меня в этом климате напрягает. Я когда прилетел к вам, в бане как бы расслабился, на следующий день что-то весь напряжённый. А мне надо бежать 17 километров. И я такой пришёл, как бы, на берег моря такой, весь такой... Как бежать-то? Ничего не двигается. Ну, Максим говорит, ну что, побежали? Я говорю, побежали. Ну, где-то километра три кряхтел. А потом разбежался, и всё, прошло нормально. А потом смотрю, Максим начал кряхтеть. Оказывается, его напрягает глубже. Там, на глубоких где-то зонах. Вот. Он сначала от меня убежал вперёд, а потом мы с ним опять вместе побежали. То есть, у меня больше сил стало под конец. У него меньше. Я о чём вам говорю сейчас? О том, что вы спрашиваете, вот когда вы уедете, Олег Геннадьевич, что нам делать? Молиться и бегать, как это... А в Риге одна женщина говорит, Олег Геннадь, что сделать, чтобы победить судьбу? Другая женщина кричит, говорит, что вы его спрашиваете? Всё понятно, молиться и бегать. Не только. Самое главное — это вдохновение. Вдохновение — это такая сила, которая заходит внутрь тебя и мешает судьбе тебя убить. Вот вдохновение бывает разное. Допустим, ты чувствуешь, что тебя бросает муж. Можно сидеть и печалиться. А можно позвонить подружке. И она говорит, да нормально, он меня уже сто раз бросал. Ну, то есть, как бы вдохновение — это так. И в это время он уже не хочет тебя бросить, потому что между вами же связь. То есть ты получила энергию веры, что всё будет хорошо от подружки, а он, как бы, ни от кого же энергию не будет верой получать. Когда человек совершает грех, он всегда это делает в одиночку. Итак, результат какой? Вас очень трудно бросить. Почему? Потому что вы побеждаете судьбу с помощью энергии добрых людей. Это колоссальная сила, дорогие мои друзья. Вот вы, допустим, пришли сюда на лекцию. Вы не знаете, что происходит. Вы все вместе сидите, и идёт очень сильный обмен энергии, и вы наполняетесь огромной силой. Вы думаете, что это от меня сила идёт? Я просто дирижирую. А сила идёт от вас, вы наполняетесь вашей силой. Понимаете? И это правильно. Вот в древней культуре люди постоянно, каждый вечер собирались вместе, для того, чтобы вместе громко помолиться. И поэтому у них не было проблем в жизни. Они побеждали всё раньше, чем приходили проблемы. А мы вместе нигде не собираемся. Что это собирается сейчас? А? Сейчас собираемся. Ну это... Сколько здесь? 700 тысяч живёт? Представьте, если все 700 тысяч сейчас собрались. Чего тут было? Я желаю всем счастья! Такая сила. Я помню, я в одно святое место приехал, и там 20 тысяч человек вместе начали молиться. 20 тысяч человек. У меня больше не было в жизни. Меня так прошибло. Вот громко начали 20 тысяч человек молиться. Меня так прошибло, конкретно просто. Мозги сразу на место встали. Вот эти все засады, какие в сердце там, эти все камни, бребезги просто разлетаются. Ничего там плохого не остаётся. Вот это да. Я понимаю. Ну то есть, люди как настроены? Они настроены, я буду побеждать судьбу. Это неправильный настрой. Правильный... Супруга прислала мне что-то. Правильный настрой – это когда ты знаешь, что не надо полагаться сильно в жизни на себя. Вот, допустим, у меня спросил один знакомый, говорит, Олег Геннадьевич, ну вот все, кого я вижу, уже побросали жен, вот лектора, и нашли себе молодух, последовательниц. А вы, Олег Геннадьевич, что не нашли? Я говорю, а у меня есть секрет. Он говорит, какой? Я говорю, а я никогда один не остаюсь. Вот у меня рядом помощник всегда. Дома жена, здесь помощник. Как там мне искать последовательницу? Почему? Что это за тактика такая? Это тактика, когда ты людям доверяешь хорошим себя. Не себе доверяешь, а людям хорошим себя доверяешь. Вот, допустим, ты бизнес делаешь, найди себе друзей опытных, и ты спасен в бизнесе, потому что их хорошая судьба будет спасать тебя всегда. Все. С этого начинается бизнес. Он начинается с изучения. Там, ты можешь изучить этот бизнес, но это знание может уже устареть на данный момент. А друзья всегда тебе помогут. Работать над собой. Не делайте это в одиночку. Находите себе друзей. Вместе как бы делайте. Вместе все делайте. В этом заключается секрет успеха. Это знание очень сложное. Кажется, все просто, ничего простого. Вот, допустим, тебе тяжело, что будешь делать? Смотреть телевизор? Если у тебя есть добрый друг, иди что-то хорошее для него сделай. И тебе станет легче сразу. А потом он тебя еще вдохновит на правильную жизнь. Также нужны погружения духовные. Для этого по всему миру создают храмы. Для чего нужен храм? Для того, чтобы погружаться в победу над судьбой. Когда препятствие непреодолимое в жизни есть, это для этого уже Бог нужен. Верные друзья дают социальную силу. Вот у тебя есть друзья, вот ты вкладываешь в них энергию. Чем больше в них вкладываешь энергии, тем больше у тебя социального развития. У меня есть один знакомый. Он поставил, отремонтировал здание за огромные деньги. Прямо в самом центре Москвы, на Арбате, сделал полувегетарианский ресторан. Ну, полностью вегетарианский невозможно не окупиться. Полувегетарианский. То есть там есть и такой, и такой вариант. И вот он пошел дальше этим путем. Это его жизнь. То есть целый день на работе. С утра и до вечера. Что он там делает? Человек заходит, он смотрит на него. Я директор этого ресторана. Проходите, садитесь. Как вас зовут? Там так-то. Пожалуйста, что вы хотите у нас покушать? Я вас сейчас сам обслужу. Начинает интересоваться жизнью человека. Каждый человек, который заходит, он к нему посаживается. Через полгода у него там запись уже наперед. Потому что у него создалась такая атмосфера, в которой люди общаются друг с другом. Он создал атмосферу. Люди приходят все к себе домой. Кушать приятно же, когда ты находишься в такой атмосфере, где тебя любят. Так? И он со всеми здоровы, всех знает. У него великолепная память. Он запоминает всех людей по именам, по всему. Всех знает полностью. Вот это называется директор ресторана. И у него шансов нет, чтобы пришли проверяющие какие-то. Потому что в ресторан же разные люди приходят. И они все ему помогают. Потом он начал слушать мои лекции. Мне помог тоже. И там мы тоже организовали медицинский центр. Прямо в центре Москвы. И даже никто не додумывался к нам приходить что-то проверить. Проверяют где-то там, на крае. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что когда у человека есть добрые друзья, то он способен вдохновить себя идти дальше по жизни, научиться молитве, научиться делать деятельности, выйти замуж, жениться, преодолеть суды-пересуды. Вот чего не хватает для того, чтобы закончились суды? Не хватает только добрых друзей. Все. Больше все остальное есть. Потому что все основывается на человеческих отношениях всегда. И если ты имеешь добрых друзей, то тебе всегда помогут. Даже если посадят, то ненадолго. Ищите таких людей. Это цель человеческой жизни. Искать себе таких людей. Если вы найдете несколько человек, то вы достигнете полного успеха во всем жизни. Потому что судьба растворяется милостью. Милость Господа действует через добрых людей. В социальной жизни. Потому что есть три типа жизни у человека. Три сферы жизни. Есть здоровье — природа. Скажешь, где природа? У нас порт тут. Какая природа? Природу можно найти, если захотеть. Вот есть порт, а есть вода. Вот мы когда бегали, мы на порт не смотрели. Мы смотрели на воду. И она нам дала счастье. Вода просто ваша. Понимаете? Здесь человек может найти чистоту. Ищите. Когда найдете, ваша жизнь станет успешной. Все перевернется в жизнь. Вот сегодня меня довозил один мужчина. И он мне рассказывал. У меня жизнь делится на две части. Одна часть до того, как я встретил людей, которые работают над собой. И после этого. Вот здесь темнота, здесь свет. Понимаете? Вот так вот все меняется у человека в жизни. И надо это развивать. Надо, чтобы больше счастья, больше добрых друзей, больше им служить. Больше развиваться означает социальное развитие человека. Там есть определенные слои. Вот, допустим, у тебя много хороших качеств. Ты будешь выше в обществе находиться. Еще больше, еще выше. Еще больше, еще выше. Понимаете? Благочестие человека притягивает людей, которые разбираются в людях. Они дают хорошую работу, хорошее положение в обществе. Уже меньше надо. Будет больше качествами ты свои будешь работать. Больше ответственности. Меньше тяжелого труда. Это все зависит от отношений. Попытайтесь это понять. Нужно учиться дружить. Самые лучшие друзья даются Богом. И это называется духовные друзья. Они приведут тебя к высшей цели твоей жизни. Это означает вера. У каждого человека должна быть своя вера. И в этой вере даже не все так просто. В любой вере. Там тоже есть люди фанатично настроенные. Есть люди, которые злые, как бы всех не любят. Но есть люди в вере. Вот если ты веру какую-то нашел, ты обязательно можешь найти там любую веру. Любую веру, которая есть в Священной Писании, есть цепь преемственности, есть знания духовные, есть заповеди, есть молитва. Это признак, что там есть Бог. Вот когда все присутствуют вот эти вещи, то эта вера означает правильно. И там есть цветы еще. Вот что там есть. Вот в этом главный поиск человеческой жизни. Ищите людей. И они вам дадут все. Дадут возможность ходить на зарядки, получить природу, дадут помощь в работе, дадут Бога вам и все прочее. Каких людей? Каких людей? Вот таких. Очень важно понять, что на этом пути есть испытания. Когда человек вступает в более близкие отношения с духовными людьми, то более близкие отношения всегда имеют более ранимую природу. Вот когда люди жили как бы в обществе, есть три типа среды, в которой человек живет. Первый тип среды – это невежественная среда. Там очень страшно жить. Там живут криминал, бродяги, наркоманы, пьяницы, развратники, бандиты. Невежественная среда – страшная среда. Там очень страшно жить, опасно. Сейчас фильмы, все показывают вот эту среду. Там агент номер восемь, там девяносто пятый агент, или там как бы сыщик-бандит. Они все из одной оперы. Они шугаются все, ходят. Надо убивать, искать, побеждать, преодолевать. И это вот эта невежественная среда. Вы смотрите, чтобы привыкать, да? Образ жизни перенимать. Вот. А надо смотреть, смотреть фильмы о святых людях, смотреть летописи какие-то духовные и так далее. Вот чем надо заниматься-то. Не надо погружаться в это дерьмо. Есть три среды в целом. Вот эта первая среда – это среда деградации. Туда не надо вообще свать нос. Надо подальше от этого быть. Допустим, у тебя близкий человек пьет, допустим, из этой среды. Или занимается криминалом каким-то. Что ему поможет? Ты, если приближешься к нему, он тебя обожжет. Он сделает тебе больно. Что ему поможет? Надо чуть-чуть отодвинуться от него, молиться Богу и стать самодостаточной. И тогда он почувствует себя одиноким. Такому человеку поможет только страдание. Когда человек невежественно чувствует себя одиноким, у него есть шанс и справиться и встать на другой путь. Ему всегда нужен кризис. Когда ты по-доброму помогаешь ему и ждешь его тяжелого периода, когда у него наступает тяжелый период, его сердце меняется в результате этого. Если ты проявляешь к нему доброту, потому что, если ты отворачиваешься от него и не хочешь иметь с ним дело, это проклятие. Он дальше будет деградирован. А почему он рядом с тобой, этот человек? Потому что ты так жил раньше. Если ты хочешь в благостную жизнь, тогда сдай свой экзамен. Тебя не будут пускать твои близкие. Есть такая притча. Один человек держал скорпионов в открытом большом чашке. И все, как бы вокруг песок. И ничего не закрыто. И вот другой человек спрашивает, а почему ты их не закрываешь? Он говорит, скорпионов не надо закрывать. Если какой-то из чашки попытается вылезти, его друзья как бы его затащат назад. Ну, имеется в виду, что как бы как бы бандиты, допустим, живут, попробуют из этой среды выйти. Они говорят, уйдешь, убьем. Понимаете? Ну, то есть будут затаскивать назад всегда. Поэтому закрывать ничего не надо. Каждая среда, она держит человека рядом с собой. Человек встал на духовный путь, допустим. Что происходит сразу? Страстная невежественная среда сразу бунтует. Как бунтует невежественная среда? Пойдешь на лекцию, убью. Как бунтует страстная среда? Ну, как бы ты же понимаешь, что это все просто тебе лапшу на уши накручивают. И все. Ну, такая вот она как бы бунтует, бунтует интеллектуально, страстная среда. Невежественная запугиванием, а страстная среда отторжением, знания, то есть чвандриво к знанию относится. Страстная среда. Откуда эти среды берутся? Они берутся от веры. Невежественные люди верят в зло, страстные люди верят в богатство, в деньги, в успех, благостные люди верят в любовь, в отношения, в развитие, в Бога, в чистоту. В зависимости от веры человека, такая будет его жизнь. Вот невежественные люди, они сначала испытывают много счастья, а потом сидят в тюрьме. Страстные люди, они верят в светлое будущее в материальном плане и пашут, как ишаки. У них пять стадий их жизни. Первая стадия называется как бы верю, что всё будет хорошо или энтузиазм. Вторая стадия усталость. Третья стадия надлом. Четвёртая стадия кризис. И пятая стадия дальше или невежество, или благость. Или человек понял после этого кризиса, что дальше так нельзя, надо менять свою жизнь. Или деградация, пьянь, бандитизм и так далее. То есть страстная среда это переходная среда. Благостная среда это среда успеха и счастья. Вот смотрите, некоторые говорят, Олег Геннадьевич, благостная среда это ободранная среда. Там нет счастья, потому что там все бедные, несчастные. Это неправильное мышление. Вот смотрите, в благостной среде есть тоже страстные зоны и невежественные зоны. Вот допустим, в благостной среде кто из духовно развитых людей ободранный ходит? Это люди, у которых очень много невежества в сердце. Их невежество им говорит, не надо работать, надо просить милостыню. Или, допустим, ну как бы они не хотят ничего отдавать людям, хотят просто жить, перебиваться. Больше молись, меньше работай. У них такое мышление. Это невежественное восприятие мира. Это они не духовно разные, это невежественные люди. Есть страстные люди в духовном, когда духовно, они все фанатики. Они свой фанатизм переносят в духовную среду, поэтому они не любят другие веры, постоянно всех критикуют. Этот неправильно следует, этот неправильно следует. Ну то есть, страсть означает обсуждать, осуждать всех. И есть благостные люди в благостной среде, в духовной среде. Это люди, которые всех любят, заботятся обо всех. Они простые, добрые, возвышенные. И эти люди деятелятся на две категории. Одна категория — это люди, которые идут в деятельность, в общество, в мир. А вторая, которая больше отречённый образ жизни. Но отречённый не означает, что они дикие. Они вкладываются в духовных людей. Они очень социальные, эти люди. И вторая категория — это люди, которые идут в общество. Они служат обществу. Это тоже духовные развитые люди. И каждый получает своё. Те, кто служит возвышенным людям, они очищаются и обретают очень глубокое чувство любви. А те, кто служит обычным людям, они приобретают ещё высокое положение в обществе, тоже очень хорошие качества и всё прочее. Ну, то есть и так, и так человек получает огромное благо, когда он в духовной среде находится. Духовная среда — это не среда нищебродов, которые занимаются духовной практикой. Духовная среда — это среда развитых и успешных людей. Потому что человек воистину становится успешным, когда он правильно живёт. первое, что Бог человеку даёт, это богатство и процветание. Отречение стоит за этим. Есть в ведах описание три как бы столпа успеха. Даже четыре. Ну, то есть, первый столб — это называется правило, называется дхарма. делай всё правильно в жизни. Когда человек проходит этот столб успеха, он достигает, он накапливает очень много благочестия, и второй столб называется артха или, собственно, успех. Человек сразу же обретает высокое положение в обществе, когда он правильно живёт. Сразу же это будет первый плод. Дальше следующий плод называется кама. Кама означает счастье. То есть, хочешь материального счастья — пожалуйста. Некоторые погружаются в материальное счастье после духовного праха. Хочешь духовного счастья — пожалуйста. Любое счастье выбирай, но счастье тебе обеспечено. И потом дальше следующее называется мокша или освобождение. Человек вообще уходит в рай или в духовный мир. То есть, он в этом мире испытал счастье и в следующем потом ещё испытает. Если он встал на правильный путь, а правильный путь означает делать всё правильно, есть заповеди, по которым надо жить. Один святой царь полюбил девушку. Ну, тогда можно было много жен, девушки все красивые, святой царь один. Получается как бы совпадение. Ну, то есть, девушки готовы поделиться между собой. Вчера слушали, поделились папой, поделились. Вот. Ну, и как бы полюбил девушку, да. Но девушка была одна проблема всего. У ней был муж. Ну, небольшая проблема для царя. Ну, как бы, ну, что делать? Ну, полюбили мы друг друга, ведь любовь выше всего же, правда? А это возвышенный очень царь. Но все люди совершают ошибки, понимаете? И он вот совершил такую ошибку, ошибку, любовь, очень злая штука. И она взяла, его вот, заставила нарушить закон. А у этого царя был пророк. Тогда у каждого царя был святой рядом, который ему приходил и с такими глазами серьезными рассказывал, что думает Бог по поводу твоего поступка. и как бы рассказывал все серьезно очень. А с царями Бог разбирался быстро очень. Мы можем в следующей жизни получить наказание, там все быстро происходило. Ну, этот царь, ну, что он сделал, но что с этим, как бы, с ее мужем? Ну, послал его на войну, тот там погиб. Все, она освободилась, он взял замуж, все вроде как честно. И этот пророк пришел к нему и сказал, вот если есть богач, ну, он говорит, рассуди, у меня есть случай, рассуди. Он говорит, есть богач, у которого много овец, и есть бедняк, у которого только одна овца всего. И этот богач берет, как бы, как бы, у этого бедняка овцу, а чтобы он не вякал, еще и наказывать его. Что сделать с этим богачом? Ну, тут пророк говорит, и царь говорит, наказание для такого человека смерть. Ну, как бы, пророк говорит, я понял, и пошел этот спрашивает, а что это за человек? И пророк разворачивается, говорит, этот человек ты, твоя жена, которую ты отнял у бедного человека, забеременела, и этот ребенок родится мертвым, потому что ты убил ее мужа. и пошел. И потом этот царь начал молиться Богу, поститься там, валяться перед алтарем, и ребенок родился все равно мертвым. Поэтому, дорогие мои друзья, берегите честь с молоду. Хоть ты святой, хоть не святой, делай все правильно, иначе по шее получше. А? Хорошая не хватает, нам правитель обработает. Моя хорошая. Мы же сейчас беспокоимся, это не о правителях. У наших правителей все хватает. Вы не знаете об этом. Я общался буквально месяцев семь назад с одним очень возвышенным человеком, он является наставником одного из высокопоставленных людей. И этот человек меня потряс своими качествами. Это необыкновенная личность. Так что там все хватает, вам не хватает. Поэтому слушайте, сначала идет правило у человека в жизни. Правило чуть-чуть не соблюли, дальше будут страдания. Нужно все учиться делать правильно в этом мире. И правила касаются не только деятельности, а также самой жизни. надо понять, как организовать свою жизнь правильно. Вот, например, есть много заблуждений в этом плане. Например, основное заблуждение это то, что врачи и современная культура может дать человеку здоровье. пробиотики там всякие, всякая еще фигня, которую производят люди, и вы это все хаваете. Запомните правило номер один. Только природа, натуральная природа может дать человеку здоровье. Человек все хорошее только губит. Но за исключением тех людей, которые любят природу. Они тогда будут делать все правильно. Если ты хочешь лекарство сделать, не убирай из него природу, не надо из него делать химию. Смешай травы, которые его тоже Бог сделал, и ты получишь хорошее лекарство. Если правильно смешаешь. Это уже целая наука. Но если ты из них вытяжки какие-то делаешь, тогда ты уже портишь то, что сделал Бог. Или допустим у тебя есть яблочко. Вот как Бог его вырастил, так и ешь. Это самое полезное яблочко. Если ты хочешь его сделать лучше, ты сделаешь его хуже. Оно может стать вкуснее, целый год лежать на балконе и не портиться. Но это яблочко почему не портится? Потому что даже микробы им брезгуют. Они его не могут есть, потому что оно не полезное для здоровья. Полезное для здоровья яблочко едят червяки. Значит оно хорошее яблоко. Червяк ест, значит тебе тоже подходит. А если червяк туда не лезет, в это яблочко, зачем тогда его есть? Природа лечит человека. Никто не может заменить природу. Никакой врач, который лечит не природой, никого не вылечит.